Парковки вместо газонов, ямы на дорогах, куча мусора вместо клумб. Сегодня о проблемах своего дома, двора или улицы чебоксарцы могли рассказать лично главам районов. В трех городских администрациях прошли прямые линии. Наша съемочная группа послушала, что беспокоит жителей Ленинского района. Телефоны в администрации Ленинского района начали разрываться еще до условленного времени. В первой главе прорвалась жительница проспекта Ленина. Женщина поинтересовалась судьбой зеленых насаждений и заодно пожаловалась на футболистов. Но не тех, которые пинают мяч, а на тех, которые отфутболивают жителей в разные инстанции. Когда согласно плану обустройства города будут восстановлены зеленые насаждения, вырубленные в 2010-2012 годах по нечетной стороне проспекта Ленина, на участке, начиная от мира люксор до дома торговли. Мин природы ответить на этот вопрос не может. Ссылается на управление экологии. Экологи посылают в управление архитектурой, главному архитектору. В это время красивых, могучих деревьев за эти три года все меньше и меньше становится. Да, действительно, такая ситуация у нас в городе существует. Но, начиная с осени прошлого года, липы вместо высохших деревьев мы уже начали высаживать. Высаживали и по проспекту Ленина, и по проспекту трактора строителей, и по Карла Маркса. Значит, весной эту работу не стали проводить, потому что в летний период деревья плохо приживаются. Поэтому осенью эта работа будет продолжена. Что ж, кому-то не хватает зелени под окнами, а кому-то дворника. О бесхозной куче мусора на тротуаре по улице Кооперативная мы рассказывали в одном из прошлых выпусков. Тогда ответить на вопрос, кто отвечает за этот райский уголок в центре города, нам так и не смогли. Сегодня с этим вопросом к главе района обратились жители. Сворачиваешься с Карла Маркса, поворачиваешься на улицу Кооперативная, и сразу же начинается помойка. Она существует уже, я не знаю, сколько времени. Я поняла, суть такая. Управляющая компания «Центр» говорит, это не наша территория. Городская администрация говорит, это не наша территория. Территория ничейная, помойка существует. Сегодня дам задание, выйдут, уберут. Нет, а это будет разовая такая уборка? Ну, возьмем под контроль постоянно. Что ж за судьбой этого тротуара будем следить и мы. Впрочем, звучали в администрации более судьбоносные вопросы. Из разряда «быть или не быть». Собираются снастись или нет. Вот мы сейчас вроде как бы хотим ремонт делать, обустраивать. Стоит, не стоит это делать. Еще раз назовите адрес, пожалуйста, и представьтесь. Школьный троис 4-й, Алинова, Наталья. В сегодняшний день сказать о том, что дома аварийные, не приходится. У нас программа принята, аварийные дома признаны. Значит, есть программа, но в эту программу пока ваши дома не вошли. Понятно. Пока еще можно жить, да? Да, ну, конечно, не можно жить, а нужно жить. Тем, кто линию пропустил или не дозвонился, шанс поговорить лично с главой района предоставится еще не раз. Подобные мероприятия в администрациях проводятся каждый квартал. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Адрес.